Четыре победы в четырех стартовых матчах чемпионата Ульяновска по мини-футболу. Такого от клуба УМЗ стабильного середняка Суперлиги не ожидал никто. Сами игроки заводской команды говорят, что подсобил лайтовый календарь. Играть довелось не с фаворитами, а против подобных себе середняков. Мы не говорим, что мы прям хотим стать чемпионом, но все равно, когда выходим на поле, все-таки играем всегда на победу. Независимо от соперника, всегда на победу. И вот первое по-настоящему серьезное испытание для УМЗ. Действующий чемпион. Погода в доме МЧС. Для желто-синих начало сезона не залазилось вовсе. В четырех матчах только 50% набранных очков и две проигранные встречи прямым конкурентам в борьбе за чемпионство. Платону и ПСК. Играйте, играйте, играйте. Есть замена у нас. И все, до свистка играйте. Все, чтобы и свежие выходить будут. Не надо терпеть. Давай, давай, позвольте. Давай, давай, давай. Самое главное то, что вы за каждую игру прошу, вы концентрации не теряете. Все 40 минут сосредоточены в каждом моменте. Дорабатывайте, доиграйте. Все. Вашим внимательством. Давай, давай. Давай. 13 секунд прошло с начала поединка, а зрители уже увидели первый гол. Его автором стал галкипер ОМЗ Андрей Егоров. Банальный вынос со своей половины стал неразрешимой проблемой для галкипера погоды Александра Сотникова. Конечно, делал передачу, искал столба. Так получилось, чуть сильнее, может быть, вратарю соперника, наверное, как-то не рассчитал, может, позицию, маленько вышел вперед. Ну, это просто случайность. Нам нужен был этот первый гол, быстрый гол. Вот, мы как-то, может, маленько почувствовали уверенно в себе и побежали вперед. Чтобы удвоить преимущество, у ОМЗ потребовалось всего несколько секунд. Едва погода развела с центра поля, Павел Рыбкин убежал к воротам соперника и не оставил шансов Сотникову. С начала матча не прошло и минуты чистого времени. Блин, такие обидные голы пропускаются. 40 секунд, уже 2-0 гарем. Я не знаю, что ребятам сказать хотел бы, своей личной команде. Ну, психологически не готовы, ребят. Из-за этого так и получилось два гола быстро. Третий пропущенный гол на 8-м минуте матча, автором которого стал нападающий за Вачан Дмитрий Романов, заставил Погоду брать тайм-аут и менять голкипера. Вместо Сотникова на поле появился Сергей Кузнецов. Однако и он продержался пару минут. Затем Дмитрий Елимов и Дмитрий Романов довели счет до безумных 5-0. Польза УМЗ. Казалось, что первый ответный гол прямых уров до Погоды Виктора Излыдрева станет переломным. Однако УМЗ почти тут же ответил шестым взятием ворот. И снова в составе УМЗ отличился Дмитрий Романов. Это его третий гол в матче. Перед самым перерывом Иван Шишкин разрядил свою пушку и оставил Погоде маленький шанс на камбэк. Чтобы разработать план возвращения, перерыв между таймами «Желто-синий» провели не на скамейке запасных, а в раздевалке. Хотелось немножко, хотя, друг в друга глаза посмотреть, разозлиться, может, что-то поменять в игре. Парни, все, что мы разбирали, все то же самое и происходит на площадке. Понятно, что счет такой, вы начинаете немножко где-то сами послабляться. До конца еще 20 минут игры. Сейчас они полезут вообще на вас. Посмотрите, они постоянно играют в прихват. Если играют в прихват, то мяч от вратаря сразу вводи, Андрю, да? Те вот две комбинации. Первый, вторую сразу делайте и все. Чтобы переломить ход игры, погоде требовалось совершить подвиг. И быстрый гол был бы как нельзя кстати. Не случилось ни того, ни другого. Весь второй тайм погода провисела на воротах соперника, но УМЗ защищался очень грамотно. Второй тайм намного сложнее получился, но в первом тайме у погоды больше ударов, я скажу, было. Где-то пришлось потрудиться. Но во втором нам пришлось немножко подсесть, все-таки силы уже кончались, погода хорошо контролировала мяч, быстро двигала его. Поэтому уже физически мы подседали немножко, ждали на контратаку. Сдержав натиск соперника, в конце встречи УМЗ установил окончательный счет в матче. Это Дмитрий Елимов после розыгрыша стандарта пробил транзитом от штанги. 7-2. УМЗ одержал пятую победу подряд. Погода потерпела третье поражение одно за другим. У нас такого никогда не было. Мы могли проигрывать, но мы добавляли, дожимали сюда соперника. Мы не могли бежать просто. Многие кому-то у всех сели просто. Эта погода на этой неделе играла с ПСК, потеряла много сил они. И какая-то у них полоса неудач пошла. Мы вовремя запрыгнули в этот вагончик этого поезда. Огненной получилась концовка матча между ПСК и Кристаллом. В последней минуте Кристаллические вели 2-1, но ПСК успел не только сравнять счет, но и вырвать победу 3-2. Подобного драматизма хватало и в матче аутсайдеров смены и Май-Медиа. Медийщики вели 2-1, но лидер атак смены Александр Костенко не позволил одержать победу, сравняв счет за 2 секунды до финального свистка. Валент одержал первую победу в сезоне, а Платон даже без Игоря Ахмедшина уверенно разобрался с промересурсом. 11-5. Чаще других у победителей 3 раза отличился Владислав Горюнов. Таким образом, после пятого игрового дня в турнирной таблице определились 3 явных лидера – Платон, УМЗ и ПСК. Остальные команды отделены от них пропастью. Ближайшие погоды и промересурс отстают от третьего места на 7 очков. Неожиданно на предпоследнем месте видит Кристалл, у которого пока всего одна победа. Без Виктории лишь дебютант Суперлиги Элина. Шестой игровой день намечен на следующую субботу, 30 ноября. В последний день осени нас ждет противостояние, которое может многое решить в борьбе за титул. Тур закроют Платон и ПСК. Начало этого важного поединка в 3 часа дня – Фоке-фаворит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова